Выполняем радикальную простатоктомию, конечно, мы преследуем несколько целей. В первую очередь это радикальность, отсутствие биохимического рецидива, а также это функциональные результаты, сохранение удержания мочи, эректильная функция, а также отсутствие послеоперационных осложнений и отрицательный хирургический край. В нашей клинике в течение 5 лет было выполнено 942 радикальных простатоктомии с использованием робототехники. Всех пациентов до операции мы стратифицировали по группам риска Европейской ассоциации урологов. Больше всего пациентов попали в группу низкого риска. Что касается предоперационных показателей, то в основном это пациенты с одинаковым индексом массы тела, объемом предстательной железы, возраст был чуть выше в группе высокого риска, также предоперационный PSA был выше в уровне высокого риска, а показатель MEF был чуть выше в группе низкого риска. Что касается интро- и послеоперационных показателей, то в большинстве случаев у пациентов с низким группом риска было выполнено нервосбережение, причем в основном это билатеральное, у пациентов с промежуточного также выполнялось в ряде случаев нервосбережение, но чаще всего это было одностороннее, и у пациентов с высоким риском было крайне редко. Обращает на себя внимание также то, что после операции диагностика местно-распространенного процесса была выше также в группе промежуточного и высокого риска. Что касается послеоперационных осложнений, то в принципе во всех группах они были одинаковые, достаточно низкий процент. По поводу функциональных результатов и удержания мочи, то в первые месяцы они были лучше у пациентов с тем, которым было выполнено билатеральное нервосбережение, и через один год это примерно одинаковые результаты во всех группах. По поводу эректильной функции, частота сохранения потенции была лучше у пациентов также с двусторонним нервосбережением, и у тех пациентов, у которых МИФ-5 до операции был также достаточно высокий. По поводу онкологических результатов, они также достаточно удовлетворительные. Частота биохимического рецидива также зависела от группы риска была выше в группе промежуточного и высокого риска. В попытках улучшить функциональные результаты в 2017 году мы выполняли радикальную простатоктомию с нервосбережением пациентам как низкого, так и промежуточного риска. И проанализировав результаты, после операции мы увидели миграцию как стадии, так и степень дифференцировки глиссона, и таким образом ряд пациентов у нас оказались из группы промежуточного риска перешли в группы высокого риска. И частота развития биохимического рецидива в течение года составила 24%. Сделав из этого вывод, в 2020 году уже мы выполняли радикальную простатоктомию с нервосбережением только в группе низкого риска. И таким образом миграции в высокую стадию с высоким риском уже не было. И частота развития биохимического рецидива в течение года составила порядка 5%. Таким образом распределение больных после выполнения радикальной простатоктомии выглядело следующим образом. То есть большинство пациентов произошла миграция стадий и чаще всего, конечно, в сторону высокого риска. Это уже больше половины пациентов. Таким образом, более чем у половины пациентов, подвергшихся радикальной простатоктомии после изучения результатов гистологического исследования происходит миграция стадий, а также групп риска. Частота обнаружения положительного хирургического края после радикальной простатоктомии и онкологические результаты лечения зависят от группы риска и стадии ракопрестательной железы. Функциональные результаты удержания мочи и сохранения ректильной функции зависят от анатомических особенностей опыта хирурга, возможностей и вариантов нервосбережения и правильного отбора пациентов. Несмотря на стремление к улучшению функциональных результатов хирургического лечения больных с учетом онкологической безопасности, применение нервосберегающих методик целесообразно осуществлят только у тщательно отобранных пациентов с низким риском прогрессирования рака. Благодарю за внимание.